он подошел французский теплоход не знаю викинг или кто четырех палубный к нашему вторым бортом пришвартовался украшения 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 ребята рассказывают про войну Мы высадили и они их там расстреляли. Только после войны нам удалось перевести прах этих ребят. Все шесть ребят шести различных национальностей. Один из них был катарин, грузин, русский, фим, карел и из Белоруссии. После войны мы их сюда перерезли. Когда музей основали, мы создали здесь небольшую братскую могилу. Мы залетаем сюда вертолетиком 1 мая, привозим сюда корзины с цветами или гирлянду. И обязательно 9 мая у нас здесь митинг. Лидится он недолго, потому что 9 мая у нас уже были здесь большие теплоходы. Я вам кратенько сказала, мне приходится работать часто с немецко-говорящими туристами. Вот первая группа, которая 9 мая была на теплоходе, были немцы. Вы прекрасно понимаете, что немцы настралили у нас во время войны. Но ко мне подошел руководитель группы и спросил, а можно ли, возможно ли, здесь какие-то цветы. Уже им запретить не могли, потому что все-таки они тоже... Они отмечают День Победы не 9 мая, а 8 мая, потому что 8 мая уже была подписана в чарке инфекции. Обязательно строили еще конюшню, запрямую или водяную мельницу. В музейной деревне находится самая древняя деревянная церковь, я вам ее покажу, когда мы домик потеряли. И одна маленькая дача, если у вас не взяла, если у вас еще не замерзите, можно дальше погулять с вашими предпоследователями. Это за слово, что мы за слово сказали? Нет, и это что такое? Выкупили, за него заплатили какие-то маленькие деньги, потому что это был не дом, а дом развалюха, мы такие дома называем. Нам пришлось его полностью раскатать, то есть разобрать по бревнушкам. Старые бревна оставили в деревне, хорошие бревна перевезли, и потом уже пришлось поменять, кто хотели. И вот в трех сторон домов очень красивый балкон. По-карейски он называется гульбище, снова гулять. Гулянье. И вот зимой, как правило.